Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами беседы на книгу священного писания и бытие на библейском портале экзегет.ру. И сегодня снова с вами я, Солодков Андрей Иванович, декан Миссионерского факультета Российского Православного Университета. На прошлом занятии мы с вами рассмотрели вторую главу книги «Бытия». И сегодня приступаем к третьей главе. Мы видели с вами, что Бог сотворил человека, Бог сотворил Еву для Адама. Адам восхищается ее красотой, читает, как мы говорили, стихи. Действительно, пока грех не вошел в человеческую жизнь, отношения в семье были нравственно, ну, можно сказать, в некой степени по-нашему человеческому идеальными. Итак, третья глава рассказывает нам о том, что змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинный сказал Бог, не ешьте ни от какого древа в раю. Надо сначала рассмотреть, я говорил, когда мы с вами рассматривали вторую главу, что зло и дьявол, что мы говорили с вами о том, что Бог не творил дьявола, что дьявол произошел и в результате своего противления Богу. Слово сатана, сатанос, так с греческой переводится, противник. То есть, сказано, Бог сотворил все весьма хорошо, в том числе и ангелов. Но 28 глава книги из Екиля говорит о том, что один из ангелов, Деница Зари, возгордился, это тайна беззакония, откуда проникла в него гордость, по какой-то такой свободой, которой наделил его Бог. Он стал заниматься самолюбованием, и, как об этом повествует пророк Иезекель, вот что с ним произошло. С 14 стиха сказано, ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. 16 стих, да, 15, ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. Какова же причина была этого беззакония? Можем ее увидеть. Хотя это тайна беззакония, но причину все-таки можно увидеть. 17 стих, порок Иезекеля говорит так. «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою». Мудрость губится тогда, когда человек ищет не славы Божьей, а тщеславия, своей славы. Но Бог, хочет ли Бог прославить человека? Да, хочет. Он говорит так. «Прославляющих Меня прославлю и я». А если Бог захочет нас прославить, кто может этому воспрепятствовать? Но тайна беззакония в этой денице зари, который был, можно сказать, первый после Бога, все права и полномочия были даны ему от Бога настолько высоки, что он был, если так по-человечески, опять же, сказать правой рукой, что ли, Бога в сотворенном мире. Мы знаем, что этот мир управляется ангелами и архангелами. Например, откуда, как Вселенная управляется, куда, например, течения текут, как ветром дуть, куда рыбам плыть. Вон рыбы, ласточка там, рыбы плывут на нерест, ласточка там с Индии летит. Кто в нее, ее ставил такой навигатор, что и нам с Индией лететь сюда, там преодолевать такие, ну, не теории эволюции точно, там по теории приспособляемости в Индии намного было бы и поприятнее, наверное, потеплее. Летит. Всем этим миром управляют, есть начало, мы знаем, есть силы. У Дионисии Арипагиты очень это изложено хорошо. Начало управляет всем видимым миром. Силы управляют всем невидимым ангельским миром. Итак, архангел Деница Зари был поставлен, чтобы управлять невидимым миром, миром ангелов. Но по своей красоте и тщеславе, по своему самомнению о себе, снова повторю, тайна беззакония, но причины видеть можем. Он впадает в состояние отпадения от Бога. О нем говорится в книге Откровения, в 12 главе, что он отпал, дьявол, была война на небе, отпал от Бога, и с ним пала одна треть часть ангелов, которые теперь не могут покаяться и враждуют против Бога и человека. Этот змей, о котором здесь говорится, и был тот самый дьявол, который, ну так можно сказать нашим современным словом, материализовался в змеи, его дух. Бог был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал, как мы причитали змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. В вопросе дьявола звучит сразу две лжи. Недаром он в Священном Писании называется отцом лжи. Что он говорит? Не ешьте ни от какого дерева в раю. Разве Бог запрещал есть от дерев в раю? Нет. Помните, когда я говорил, обратите внимание во второй главе, что Бог сказал, что нельзя человеку воспринимать до определенного времени познание добра и зла, до определенного времени его духовного взрастания, только от одного древа. От всех дедерев остальных они могли вкушать, то есть могли принимать знания. Дьявол обманывает и говорит о том, что нельзя. Потом вторая, вторая, не от какого дерева, да. Вторая ложь звучит в том, что он говорит, правда ли сказал Бог. Бог — это абсолютная правда. Любовь, добро, милосердие абсолютное. Может ли абсолютная правда говорить ложь? Нет. Если это абсолютная правда, не может. В одном вопросе звучит сразу две лжи. Правда ли сказал Бог, что нельзя ни от какого дерева в раю? То есть вопросом можно человека направить в правильное русло размышлений, а можно, наоборот, сбить с толку. Вот часто, когда студенты приходят сдавать экзамен, да, преподаватели поступают таким образом. Если видят, что, например, студент посещал занятия, он искренне хотел овладеть тем материалом, которым он преподавался, но в связи с своими такими природными данными, ну, не так, как бы хотелось преподавать, ли он ими овладел. И здесь преподаватель видит его такое намерение, и он задает ему какой вопрос? Наводящий. Да, для того, чтобы как-то вот помочь ему ответить на него правильно. Но если преподаватель видит, что этот студент был нерадивый, какой он может вопрос задать? Ну, да, говорят, потопил, говорит, вопросом. Ну, поэтому здесь иногда на улицах и сектанты, кстати, ходят, и могут задать разные вопросы. Например, ходят, да, подходит сектант к какому-нибудь человеку и спрашивает, а правда ли, что у вас троица, это Господь, Николай Угодник и Богородица? А православный начинает возражать, но вопрос ему нужно сбить с толку, как же так, и возмущаться. Ну, тогда ему говорят, ну, пойдемте, мы сейчас вам тут объясним. Между прочим, во времена арианской ереси было нечто подобное. Когда ариане ходили по городу и задавали такой вопрос, сущего или несущего сотворил сущим или несущим? Сущим или несущим сотворил его? В самом деле, на первый взгляд скажется, что, ну, это какая-то баркадабра. Нет, это не так. Здесь звучит вопрос так, сущим ли сотворил Бог Христа или несущим? Если сущим, если он уже есть, а сущий, это значит, есть всегда, то как же его можно сотворить? И человек, ошрамленный вопросом, не мог сразу ответить. И он был обескуражен сначала, как говорят, да, огорошили, потом, как эта пословица звучит, одурачили, так что ли. Сначала ошарашить, потом огорошить, да. Поэтому змей прибегает здесь, дьявол в образе змея прибегает к этому методу и сбивает вопросом с толку, посмотрим, кого. Во втором стихе сказано, «И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая. Сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Заметьте, она выступает здесь в роли апологета. Во-первых, есть у нас здесь вопрос, почему она ходит одна. Она была создана для мужа. Другой звучит вопрос, «Почему муж ее отпустил? Он глава. Ходить по раю одной. Они должны были ходить вместе, никогда не расставаться». Апостол Павел, между прочим, в послании своем так и говорит, «Не расставайтесь друг от друга, разве только в упражнении поста и молитвы». Мы не видим, чтобы здесь была какая молитва у Евы. Мы не видим, чтобы это было правило соблюдено. Можно рассуждать с проекцией так на Ветхий Завет. «Не расставайтесь», говорит, «Чтобы не искушал вас сатана», продолжает апостол Павел, «знай историю отпадения человека от Бога, невоздержанием вашим». Видите как? Когда смотришь на сегодняшний современный мир и на сегодняшнее устройство внутри государства, то создается такое впечатление, что у нас специально разлучают семьи. Я имею в виду то экономическое неблагосостояние людей, когда муж вынужден уезжать куда-то на заработки от своей семьи и жены. Происходят такие вещи, уже люди говорят, что он уехал вроде бы на заработки, сначала все было нормально, потом он нашел себе там другую, и она нашла себе другого. «Не отлучайтесь», — говорит, «друг от друга», — апостол Павел, «дабы не искушал вас сатана воздержанием вашим». Если есть такая возможность, мы хотим сохранить семью, то лучше быть всегда вместе. Насколько это возможно? Мы видим, что результат того, что Ева одна, к ней подступает дьявол, задает этот вопрос, она начинает, как бы, выступает в роли апологета, но видим, что, общаясь уже с этим духом лжи, есть такая пословица, «С кем поведешься, того и наберешься», он уже быстро ухватывает эту ложь, она проникает в ее природу. Она говорит, «Бог сказал не вкушать и не прикасаться», но Бог не говорил, что нельзя прикасаться. Она как бы добавляет еще одно слово, она усугубляет строгость Бога по отношению к себе, и как бы говорит, «Ну да, пожалейте нас, вот мы такие тут несчастные чуть-чуть». То есть вот это уже проникновение этого яда, какого-то самосожаления о себе. «И сказал змей дьявол жене, нет, не умрете». Ну, люди и так знали, что они не умрут, что они предназначены для Бога, жить с Богом, для вечности. Бог сотворил человека для вечности, не для смерти. Сказано пророка Еремии, «Человек, зачем тебе умирать?» «Ну, знает Бог», продолжает дальше, «что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, вы будете как боги, знающие добро и зло». Разве Бог не обещал людям, что они будут как боги с маленькой буквы, в своем подобии, и в совершенствовании в Боге, обещал? «Дьявол не может говорить абсолютной лжи, потому что он не имеет своего бытия. Но он может искажать истину, как сказано. Дьявол берет повод от заповеди и искажает ее. «И увидел жена, что древо хорошо для пищи, и что оно приятно для гласа вожделена, потому что дает знание, то самое знание, которое Бог до поры до времени, снова повторю, пока запретил людям, до их определенного совершенного духовного возраста». Но люди хотят быстро, здесь в лице Еве. Человек хочет быстро, сразу. «И сказала так, увидела она, что древо хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». «Хорошо для пищи, похоть плоти, увидела похоть очей и гордость житейская, и взяла». Гордость — это всегда противление Божьему смирению, Божьему произволению. «И взяла плодов и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали, что они наги, и шили смоконные листья, и сделали себе опоясание». Благодать Божия отступает от человека. Человек был одет светом благодати Божией, ризой. «Ризу мне подашь светлую, одеяйся яко ризою». Помню, в какой момент, какого таинства мы поем эти слова. «Обновляемся в благодати Христово в крещальной купели». «И открылись у них глаза, и узнали, что наги, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю, в прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями раем». Можно ли скрыться о всеведущего и всезнающего Бога? Нет. Настыпает дебилость ума. Как говорят отцы церкви, в связи с отпадением человека от Бога ум помрачился, чувства расстроились, а воля засвоевольничала. Человек, как в той басне Иоанна Андреевича Крылова, лебедь, рак и щук, что произошло с его душой? Он стал прятаться от Бога. Девятый стих. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал, где ты?» Заметьте. Не спрашивает у Евы. Хотя она впадает первое в согрешение и как бы втаскивает грех в свою семью. Но обращается к кому? К Адаму. Почему? Адам глава семьи. Муж глава семьи. Он ответственный за то, где гуляет его жена. Что она делает? С кем она общается? Кто ее друзья, даже если хотите? Он отвечает за все состояние внутри семейное. Поэтому спрос с него. И Бог спрашивает с него. И на страшном суде, скажу, Бог спросит именно с мужа. Поэтому муж здесь должен быть не просто голова, не просто глава, а действительно голова рассудителен. Да. Обращаться, как сказано, с женой, как с немощным сосудом. Да. Сказано, родители, не раздражайте и детей своих, а вы, дети, будьте послушны. Откуда всего этого почерпнуть устроение нормальной семейной жизни? Откуда? Ну, конечно же, не из сериала, конечно же, не из телевизора. Там все по-другому. Там он поругался, она сказала не то, там люди требуют любви от других. Требуют любви от других. А нет такой заповеди требовать любви от других. Друг от друга. Жена, ты мне не угодил, муж, ты мне не угодила, ты не вовремя сварила, ты не вовремя погладила, зарплату не принес. И пошло, поехало. И тут еще песенка на подхвате «Я ухожу красиво» и ушел, хлопнул дверью, как в том сериале. И смотря из каких источников человек черпает, выстраивая свои семейные отношения, если с божественного откровения, даже ошибаясь, то тем не менее, Господь виден и намерение его сердца устроит все в его семье. Да. А если действительно из этих сомнительных источников, которые предлагают свой образ жизни, «Ну, тогда не знаю». Как сказано, кто кому, кому вы служите, тому вы и рабы. На кого вы надеетесь, от того и получаете ожидаемое. А надежда на Бога, они сказаны, она не постыжает. Итак, мы видим, он обращается к Адаму. «Где ты? Что, всеведущий Бог и всезнающий не знает, где Адам? Знает. Почему он у него спрашивает, где ты? Этот вопрос звучит как бы ко всем нам. Где ты, человек? В какой ситуации ты оказался? Что происходит с твоей семьей? Где ты? Где твое место? Муж православный, христианин своей семьи? Что же Адам? И сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я нах и скрылся. Снова и снова. Деградация ума в связи со грехом. Скрыться от кого он хочет? В кустах. Сидят в кустах. От Бога. О котором сказано, что он знает помышление всенашего сердца. О котором сказано, что без ведома Бога не падает даже ни один волос с головы человека. Сколько людей живет на земле? И Бог знает количество волос у каждого человека на голове. Помышление каждого сердца. Бог знает все. Но Адам стремится от него скрыться. Почему в его природу проник грех? Грех. Грех. Грех он всегда приводит человека в состояние такой паранойи. Убежать. Ну, заметьте, в средствах массовой информации, когда говорят, что человек совершил преступление и сразу что разыскивает его полиция. Надо бежать. Но убежать от самого себя невозможно. Поэтому православная аскеза учит, что грех глубоко сидит внутри человеческой души, его ума, чувства и воли. Поэтому нужно начинать отсюда. Бог призывает Адама к покаянию. И сказал Господь, кто сказал тебе, что ты нах? Не ел ли ты от древа, с которого я запретил тебе? Теперь он же напрямую ему задает вопрос. Как бы помогает ему исповедоваться. Как иногда человек, когда первый раз приходит в храм, он говорит, батюшка, я не исповедовался никогда. И вот священники рассказывают, ну здесь надо помочь. Сказать, ну вот то-то-то было, ну было. Это-это было. Ну согласись, что это было. Да, было. И вот Бог помогает Адаму исповедоваться, он не хочет. Что он делает? Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от древа и я ел. Он обвиняет жену. Только сейчас мы видели с вами во второй главе, он восхищался. Плоти от плоти моей, кости от кости моей, она будет называться мне женою. Читала из стихи и теперь он на нее сваливает. Говорит, она дала мне, это она виновата. Я ни при чем. Тогда Господь обращается к жене и сказал Господь жене, что ты это сделала? Жена сказала, змея обольстил меня и я ела. Как в детском садике. Маша, ты зачем вазу разбил? Это не я, это Петя. Петя, ты зачем? Это не я, она сама упала. То есть, это оправдание своего греха. Человек хочет свалить вину на другого человека. Так говорят и бывает. Ты зачем это сделал? Это не я. Зачем сквернословишь? Да это сосед у меня после 12 лет стучит, поэтому я не сдерживаюсь. Не покаяние, обращение к Богу, а свалить грех на другого. Найти виновника. Не внутри своего состояния, не внутри себя, а внешнего. Так они и поступают. И сказал Господь Бог змею, за то, что ты это сделал, проклят ты, пред всеми скотами, пред всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. Бог не проклинает человека, заметьте. Виновник греха дьявол. Там начало беззакония и противления Богу, которое теперь привносится и в человеческую природу. Но это не значит, что человек не виноват, потому что он по своей воле избирает между Богом, добром, любовью и между дьяволом, злом, ненавистью и всеми несчастьями. Что же дальше? Бросает ли Бог человека? Нет. Звучит первое Евангелие. Бытие, 3 глава, 15 стих. «И вражду положу между тобою, между женою, между семенем твоим, между семенем ее. Оно будет поражать тебе в голову, ты будешь жалить ее в питу». Это первое Евангелие. Первая благая весть для людей. Оно звучит проклятием для дьявола, для людей же благоествованием, благой вестью. Почему? Как и сказано, для одних это запах смертоносный, откровение Слово Божие, для других благоухание живительное. Вот для прародителей Адама и Евы это было благоухание живительное. Жена сказал, жене сказал, умножая множество скорбь беременности, Адам же сказал, что в 17 стихе он будет питаться от земли, и теперь уже его труд будет скорбным, и физиология людей изменилась, и далее мы увидим, что и кожные ризы были даны человеку, тот самый покров наш. Изменилось все. Изменилась и природа, которая окружала человеку. Но если вернуться к этому Евангелию, то здесь говорится о том, что сразу же и вражду положу между тобою и между женою, то есть между дьяволом и между женой. Кто такая жена? Кто такое семя жены? Может ли быть семя у жены без участия мужа? Нет. Невозможно, согласно природе человека. Но здесь говорится сразу о Пресвятой Богородице. Об этом есть пророчество книги Исаия, 7 глава, 14 стих. Там сказано так. «Се девы в очреве примет и родит сына, нарекут имя ему Эммануил, что значит с нами Бог». Мы помним с вами историю, когда был перевод, делался перевод по заказу Александрийской библиотеки за 200 лет до Рождества Христового Ветхого Завета с еврита на греческий. И вот Симеон Бегоприимец, он переводил именно пророк Исаия. И когда он прочитал этот текст, Алма, там написано «Дева в очреве примет», то он рассудил в своем человеческом понимании, если деву в очреве уже приняла, то есть она уже не праздна, то какая она дева? Она женщина. И он решил стереть этот текст девы и написать «Женщина». Но ангел Господень явился, взял его за руку и сказал ему примерно так, «Не твое дело редактировать Священное Писание, твое дело переписывать и переводить». И мы помним, что Симеон Бегоприимец жил 200 лет, почти 200 лет, пока не принеси Бога Младенца в храм, и тогда он сказал, произнес эти слова, которые мы слышим сегодня в храме. «Ныне отпущайше раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром». Потому что ангелам было сказано, не умрешь, пока не удостоверишься, что это будет так. Вот это пророчество, оно здесь берет свое начало. Далее сказано, «Будет поражать тебя в голову, ты будешь жалить ее в пяту». То есть семя, то есть Христос поразил дьявола, где? На кресте, но дьявол жалит в пяту, почему до второго пришествия есть еще в человеческой природе удобопреклонность ко греху. Потому как сказано в послании апостола Павла к римлянам, 5 глава, 19 стих, «Как одним человеком грех вошел в мир, так и перешел во всех человеках». Вот этот грех был побежден Христом, который пришел в этот мир. В этом благая весть. Если смотреть, да, для наших прародителей, если смотреть дальше, то сказано о том, что Господь изгоняет Адама и Еву из рая. Почему? Потому что они не могли больше прикоснуться к древу познания добра и зла. Они утратили свое богоподобие. Они утратили это состояние возрастания в Боге, эту тенденцию, в которой они были предназначены Богом, но свободно возрастать в Боге. Утратили. И теперь, как и будет сказано уже в окончании этой главе, что «как бы они не прикоснулись и не стали жить вечно». Это последняя стихия этой главы. То есть, чтобы не прикоснулись к этому древу жизни и не увековечили бы смерть. Что значит смерть от падения от Бога? Есть смерть первая, есть смерть вторая. С человеком произошла сначала первая смерть. С человеком произошла сначала первая смерть. Это отделение его души от Бога. Здесь. А потом уже началась смерть естественная. Вот самая страшная смерть. Есть две смерти. Первая смерть, она естественная. Которую сегодня боятся люди с секулярным мышлением. Что умер, и на этом все закончилось. Человек ушел в состояние некого небытия. Даже вот это понимание людей, которые претендуют, что это научное, оно противоречит обычной науке второй закон термодинамики, например. Ничего никуда не исчезает, бесследно. Вот первая смерть, первая смерть, она естественная. Это отделение души от тела. То есть отделение ума человека, его чувства, его воли от тела. Всех она постигнет. Никто ее не избегнет. Но есть вторая смерть, которую можно избегнуть. Это отделение души от Бога. И эта смерть, она начинается здесь. Если человек в покаянии не воспримет Бога, в обращении к Нему. Покаяние есть обращение к Богу. Поэтому, как сказано в Писании, есть смерть первая, смерть вторая. Смерть вторая — это отделение души от Бога. Здесь вот произошло отделение души от Бога. Человек, несмотря на то, что Бог обратился к нему, не попытался это восстановить. Но Бог любит человека, не уничтожает его. Просто отстраняет его промыслом своим от древа познания добра и зла, чтобы они увековечили смертью. Так произошла история на заре человечества отпадения человека от Бога. Как одним человек грех вошел в мир, так перешел во всех человеках. Мы видим, что Бог не уничтожает первых людей, потому что Бог любит свое творение. Причина сотворения этого мира — это любовь. По выражению преподобного Макария Великого, совершенная любовь не может заниматься самолюбованием. Поэтому Бог творит этот мир, творит человека. Не уничтожает, не мстит, но любит человека. И первых людей, которые даже отпали от него, призывают к покаянию, видит, что нет пока этих нот покаяния, отстраняет их от древа познания добра и зла, от древа вечности, дает им первое Евангелие, утешает их. Почему так, казалось бы? Казалось бы, здесь явное предательство. Люди так и говорят, все прощу, кроме предательства. Но Бог прощает даже это. Хочу напомнить вам, мы когда говорили на Евангелии Атеана, я упоминал об этом, когда Иуда подходит ко Христу и целованием его предает. Как обращается к нему Христос? Он говорит ему, «Друг, зачем ты пришел?» Казалось бы, ничего себе, друг! Зачем нам такой друг, который предает Христа? Господь его, как здесь, как и Адама, призывает, где ты словами еще раз к тому, чтобы он вернулся к жизни, которой есть Христос. Ну вот, пожалуй, на этом мы сегодня и завершим третью главу и в дальнейшем рассмотрим, как продолжалась история человечества уже тогда в таком состоянии, где человек отпал от Бога, каково его стремление было к Богу, и те образы, которые нам даются в Священном Писании, как сказано, что, взирая на образы, которые даны были нам, чтобы это было нам для нашего назидания и вразумления. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,